Лали-пап, лали-папу, лали-лали-лали-лали-папу Лали-пап, лали-папу, лали-папу Лали-папу Похоже, это настоящая пряничная Давайте пойдем посмотрим, что там внутри Здравствуйте! Это у нас имбирные прянички ручной работы Сделанные для деток Вот они есть в разной тематике Мультики и такое разное Вот, а еще сейчас у нас будет проходить Мастер-класс на английском языке По приготовлению копейков Желаете принять участие? Сегодня мы будем печь капкейки Капкейк это такой кексик, видите? С кремом вверху С вишенкой, шоколадом Сегодня мы будем такой кексик печь Возьмите ложечку И начните мешать наше тесто Размешивать хорошенько-хорошенько Хорошо размешивайте, а пока я могу с вами поучить слова Давайте запомним, на английском Ложка будет spoon Spoon А тесто будет dow Dow Окей, each of you have forms for baking У каждого из вас есть формочки для запекания You have three forms for baking У вас у каждого будет по три формочки для запекания Now we take our dow And begin to take our dow into our forms Берем в ложечки наше тесто, набираем И перекладываем все в наши формочки У каждого есть три формочки Three forms for baking Заполняем наши формочки наполовинку Заполняем наши формочки наполовинку Okay, and now we put our forms for baking into the oven Мы будем нести наши формочки для запекания в печь All of you have a pastry bag Pastry bag – кондитерский мешок With queen And we begin to decorate our cake И мы будем начинать украшать наши кексы Слевым, розовым hits while auf будучи Next time to finish with so that it zou Hold on to date Let's come and out of the paper to voyage Japanese Bright Things we are going to Phead Hold on and roll August Fast time to commence – and go to the table Птиа Let's thank you �� Пряник Пряник – это непростое кондитерское изделие. Еще до нашей эры пряник стал символом праздника. О пряниках знали и в Древнем Египте. И римляне выпекали лепешки с медом. На Руси пряники появились в IX веке и называли их медовым хлебом. Пряники делали для подарков и именин, для свадебного обряда, для праздничных трапез. Ими украшали новогодние елки. Пряники было принято дарить на последний день Масленицы перед началом Великого Поста. Важные визиты также сопровождались подношением очень больших пряников, весивших от 2 до 5 килограммов. Так, например, во время визита Александра II в город Дмитров вместо традиционной хлеба-соли царю поднесли огромный пряник местного изготовления. А давайте купим пряник. Что, пряничный домик такой? Как из сказки. Спасибо большое. Нам у вас очень понравилось. Нам было тоже очень приятно. Приходите к нам еще. Обязательно. До свидания. До свидания. А теперь поедем и купим игрушки. Субтитры подогнал «Симон»